Садитесь, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас докладчики сегодня? Раз. Один? Одна? Пока не уверен. Может быть, еще кто-то подойдет. А, еще. Ну, вам, наверное, нужна трибуна? Или вы как Федер Кастро будете выступать без всего? Так, называйте себя, фамилиями отчества, тему доклада и... Дверь закроем? Докройте, пожалуйста, поближе. А то информация сейчас ценная же, кто-нибудь же услышит и использует потом. Ну, пожалуйста, внимание всем. Швеция Анастасия, у меня доклад также по коллективному... Фамилия и отчество сначала. Швеция Анастасия. А? Швеция Анастасия. Анастасия, а фамилию не расслышал? Это я плохо слушаю? Швеция Анастасия Александровна. Так, пожалуйста, Анастасия Александровна. Я же вам представлю свою рецензию на коллективный договор. Я рассматриваю его с точки зрения того, что из его представлял коллективный договор 2008-2011 года и коллективный договор, ну, по сравнению с коллективным договором 2017-2020 года. Да. В основном, какие там я заметила, ну, первое, что бросается в глаза, это то, что коллективный договор уменьшился в объем. Ну, это так, да, справки. Скажу, что старый договор, он был 130 страниц, новый 104. И дальше я бы хотела пройти конкретно по рассмотрению того, какие пункты изменялись, выносились в отдельных приложений или как-то модифицировались, ну, как-то изменялось положение в коллективном договоре, но не изменялось основное содержание. В общем, начну, наверное, от ремарки о том, что коллективный договор – это у нас правовой акт, заключенный в соответствии с трудовым кодексом МРФ. Я прошу прощения, давайте немножко мы двинем сюда, потому что умеем, и как вам, чтобы у вас лучше было слышно. Миккорфон мы вам упали. Таким образом, что он включается, то, что коллективный договор – это правовой акт, заключенный в соответствии с трудовым кодексом МРФ. И перед тем, как вот переступать к тому, что я его вышеперечислила, я бы хотела обратить внимание на то, как коллективный договор, направляет работодателей и работников к тому, чтобы создавать обстановку обоюдного доверия и взаимопонимания о том, чтобы избегать конфронтации, возникающие разногласия и недоразумения решать, прежде всего, путем переговоров. При этом пути переговора и принятия решения должно идти с согласием учета мнения правкома, и право работодателя издавать необходимые акты только после получения письменного согласия правкома. Пункт А – учет мнения правкома. Пункт Б – издавать необходимые акты после получения письменного согласия правкома. Также там прописаны отдельными пунктами положения о том, что разрешение коллективных споров, конфликтов, связанных с выполнением коллективного договора, стороны будут производить соответствие с действующим законодательством. На каждом этапе разрешения споров стороны обязуются стремиться сами и побуждать всех работников организации к тому, чтобы решать проблемы в духе взаимного уважения путем поиска взаимоприемлемых решений. И следующий пункт – это то, что в случае, если у работника возникнут разногласия с работодателем по поводу применения какого-либо положения коллективного договора или трудового законодательства, он должен, прежде всего, обсудить это с непосредственным руководителем. И по желанию работника в этом обсуждении может принимать участие представитель профсоюза. У меня здесь привлекло внимание, что сразу первая-вторая страница коллективного договора посвящена тому, как разрешать какие-то разногласия, которые у них еще могут возникнуть, и относительно коллективного договора. Таким образом, еще я хотела отметить такое положение, что в этом введении прописан пункт, что коллективный договор в старом его вариации нужно было печатать в количестве 800 экземпляров, в новом в 200, в 200 экземпляров. В общем, мне здесь стало интересно, по какому причинам они уменьшили количество в 4 раза. Может, потому что люди больше ознакомлены с предыдущими договорами, или здесь у тебя какая-то, может быть, уменьшение значимости его. Ну, это только мои предположения. В общем, перейдем к следующим пунктам. Это основные обязанности работодателя, правкомов и работников. Мы их уже раньше рассматривали подробно в предыдущих докладах. Я же хотела бы выделить тем, какие динамика развития этих положений. Здесь речь идет, в общем-то, о перечислении всех обязанностей по отношению к трудовому договору. Немножко говорится о соблюдении трудового права. В данных пунктах, когда договоры изменились немножко в формулировке, появился новый пункт. Он для работодателей. Состоит в том, чтобы выполнять принятые в настоящем коллективном договоре обязательства, процедуры и сроки и условия заключенных соглашений с работниками и их законными представительствами. Обязанности рабочей не изменились по содержанию, но изменились по количеству пунктов. Появился такой новый пункт, как обязанности работодателя и правкома. Он идет совместно. Этот пункт гласит, что работодатели правкома обязуются проводить взаимные консультации, переговоры по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связок с ними отношений, обеспечения гарантии трудовых прав работников и совершенствования локальных нормативных актов. То есть вот этот пункт вынесли отдельно в новом договоре. Следующий большой раздел коллективного договора – это обязанности работодателя. Здесь уменьшается общая тенденция к тому, что уменьшается количество пунктов. Идет часто обобщение информации и объединение их под один пункт или же исчезновение того пункта. В общем, по обязательству работодателя по организации производства. В старом договоре было 34 пункта, в новом – 27. Основное направление, посвященное данному разделу – это участие работников управления в организации, обеспечение работников работы, повышение квалификации работников, согласование количества работников по бригадам с профсоюзом и т.д. По обеспечению занятости. Здесь опять же идет сокращение позиций с 26 до 15. В старом договоре начинается с установления штатного расписания численность докеров-механиков, и равных количеству на момент подписания договора. Докеры-механизаторов. Механизаторов, да. Вообщем, какая у нас была… Штатное расписание, когда формируют численность докеров-механиззаторов равное количеству данного, на момент подписания договора. В новом договоре этого пункта нет. В нем говорится, что в случае необходимости внесения в штатное расписание организации профессий, должностей работников, наименования которых не содержатся в едином тарифно-квалификационном справочнике работы профессии рабочих или отклоняются от предусмотренных в нем производить с учетом мнения правкомов. Этот пункт в старом договоре изначально был в втором, то есть первый просто убрали, получается. Также в этом общей графе говорится о производственных травмах, вакансиях, о приеме новых работников, о смене профессии. В новом договоре нет положения о сокращениях, о том, кого нельзя сокращать, от получивших увечья, травм, матерях-одиночков и тех, кому менее двух лет до выхода на пенсию. То есть в основном содержание коллективного договора в новом издании этого пункта не прописано. Далее следует пункт большой подраздела по охране, по обязанностям работодателя, по охране труда и здоровья. Здесь снижение количества пунктов на 14. По рабочему времени здесь опять же снижение пунктов. Понятно, что здесь обсуждаются смены, перерывы, удобные графики, особые поводы для выходных. Здесь еще интересно, что в новом договоре чуть ли не на первых позициях приложения появилось такое приложение, посвященное отдельно праздникам, выходным. Потому что какие государственные праздники признаются выходными днями в организации. То есть если в старом договоре там было написано только про 1 января, то в новом договоре написано все более подробно о праздниках. И, конечно, в обоих договорах говорится о контрольной группе, которая должна 1 января обязательно работать и поддерживать жизнедеятельность организации. По оплате труда здесь, по-моему, самое значительное сокращение пунктов с 31 до 15. Говорится здесь о расчетных листах, смете, зарплатам ученика в зависимости, зарплаты от квалификации, про задержки выплат. Ну и важный пункт, по-моему, это то, что в старом договоре было прописано, что размер действующего организации минимальной месячной тарифной ставки 6600. В новом договоре этого отдельно, в коллективном договоре, снова не прописывается. В пункте по социальным гарантиям и льготам также идет сокращение по пункту. Начинается с того, что на смету, на социальные трудовые льготы согласовываются вправкомами. Льготы в лагеря предоставляются для детей и рабочих на предприятии. Идет возврат средств до определенного посещения детских лагерей и отдыха. И, конечно, пункты о санаториях для работников, которые работают в вредных условиях. И материальная помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам. Следующий пункт по гарантиям профсоюзной деятельности работников. Понизилось количество пунктов на 2. В обоих первым делом говорится про предоставление помещения. Но в старом договоре идет еще такая расшифровка, что там необходимо предоставление оборудования, оснащения, отопления, уборка, интернет, охрана и так далее. Говорится о возможности посещать это мероприятие, о проверке условий труда, экспертизов и возможности освобождения от основной работы для работы в правкоме по отдельным случаях. Следующий пункт за контролем за выполнение коллективного договора остался таким же, как и был. Подготовка проекта нового коллективного договора. Здесь он, наоборот, немножко, по-моему, расширился по содержанию со старым договором. То есть здесь было не расширение количества пунктов, а расширение по содержанию. Появили какие-то пункты, были, ну, добавлена информация. Так, например, было указано, что инициаторам коллективных переговоров по разработке, заключению, изменению коллективного договора вправе вступать в любая из сторон. Любая сторона, получившая письменное уведомление о начале переговоров от другой стороны, обязана вступать в переговоры в течение 7 календарных дней со дня получения уведомления. Также говорится о том, что стороны должны предоставить друг друга не позднее двух недель для получения соответствующего запроса, имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров. В старом договоре говорилось, что эту информацию должен предоставлять только работодатель. И отдельно можно упомянуть о приложениях. В старом коллективном договоре их было 31 плюс 2. Они как бы прописаны, но почему-то не пренумерованы, может, они каким-то особым статусом в этом договоре обладают. А в новом договоре приложение 18. И начинается он с того, что заново обсуждается, не заново, а идут вот те дополнения, которые в старом договоре вынесены пунктами в основном договоре. Их вынесли здесь в приложение. Приложение, вот это первое, правила внутреннего трудового распорядка. Здесь, опять же, обсуждаются такие вопросы, как порядок приема и увольнения работников, правила безопасности, ответственности работников и работодателя, в рабочее время время отдыха, поищрение за успехи и заключительные положения. В общем-то, я посчитала, что некоторые приложения у них дублируются между старым и новым договорами. В общем-то, они дублировали целиком 11, полностью по содержанию 11 положений. Остальные были или расширены, или не выражены в таком объеме в новом договоре. И как-то иногда мне казалось, что, это уже мое чисто субъективное мнение, что иногда там как-то, или потому что там где-то прописано, что некоторые положения, они, наоборот, уменьшают как-то те плюсы, которые были у работников до этого. И как-то такой самый банальный пример, но он меня почему-то зацепил, когда я читала, что если раньше докерам, работающих в таких достаточно вредных условиях, им выдавалось молоко и другие продукты, молокосодержащие, или как-то их называли правильно, там было вот в договоре старом прописано, моляры... Ой, нужно... Если в старом договоре здесь были прописаны сколько здесь, 21 работник, который получал эти продукты, то есть здесь были водители, рабочие, занятые на работу по локализации, слесаря, еще рабочие, уборщики помещений, заведующие складами, электромонтеры и так далее, и так далее, то в новом договоре там всего один пункт о том, что эти продукты выдаются только малярам. И, в общем-то, как-то идет вот это сокращение количества работников, которые получают такую привилегию. И, в общем-то, суть моего доклада была на том, чтобы показать, что коллективный договор – это такой динамичный, развивающийся правовый акт, который, наверное, подстраивается под условия, изменяющиеся на предприятии. Ну, все. Какие есть вопросы? Вот у меня есть такой вопрос. А, вот, пожалуйста. Да, вот я… Спасибо большое за доклад. Мне хотелось бы услышать некий вывод в плане того, в какую сторону изменился договор. Он улучшился для рабочих, ухудшился для рабочих. Ну, смотри, я не могу гарантировать о том, как… Это чисто моя, говорю, субъективная оценка договора. Но иногда здесь встречались какие-то положения, которые были, по-моему, более подробно расписаны в старом договоре. Они были отдельно выделены пунктами, большее количество рабочих под них попадали. Вот, ну, если хочешь конкретики, я сейчас поищу. Например, про положение об отпусках дополнительных за вредные условия работы. То есть, если раньше было как-то… Конкретные дни, во-первых, уменьшилось количество дней на два. То есть, раньше их было восемь дней предоставляли, теперь шесть, всем варианты. Там есть исключение по 12 дней кому-то добавляют. Но, например, чей пункт называется он инструкция о порядке предоставления и исчезления дополнительного отпуска за вредные условия труда? Его частично включили в предыдущий пункт, тоже предоподпуск, но как-то он исчез. Ну, вот мне кажется, что когда они сократили его, не в свою пользу. Вот у меня в связи с этим такой вопрос. Значит, в прежнем варианте предъявленного договора, который уже истек, время которого истили стекло, речь шла о том, что целый ряд вопросов или решений, которые дотрагивают положение работников, только тогда могут быть изменены приказами работодателя, если они согласованы с профсоюзным комитетом. Значит, понятно, что если можно не согласовывать, то это может привести к очень резкому ухудшению. Вот как в этом плане? Сохранены пункты о согласовании нормативных актов работодателя с профсоюзом? Или они это выпадают? Ну, вот как если нормативные акты, да, конкретно? Ну, вот у них только то, что я в самом начале зачитывала, про то, что должно идти согласование. А здесь, правда, написано не нормативные, а необходимые акты. Ну, хорошо, вот необходимые. Если написано, что право работодателя сдавать необходимые акты после получения письменного согласия правкома или правкомов. Значит, это вот сохранено. Потому что если бы, скажем, оно исчезло, и, допустим, какие-то пункты исчезают, но представьте себе, что начнется ухудшение, да, и значительное ухудшение, а правком согласия не дается. А если учет мнения, мы об этом говорили. Учет мнения означает только откладывание принятия этого решения на не очень большой срок, который чуть-чуть больше недели. Потому что, если, скажем, мои условия будут ухудшены, то мне этот хороший коллективный договор, если меня уволят, ну, как бы мало интересен, так сказать, поскольку он уже меня не касается. Поэтому это вот ядро. И надо сказать, что несмотря на вот такие сложные условия и сложные переговоры, вот это сохранено. И это, так сказать, можно считать ядром этого коллективного договора, потому что пока это сохранено, то ухудшить положение работников частично можно, но, тем не менее, для этого требуется согласование с правкомами. А правком могут отступить, но они, тем не менее, так сказать, защищают работников. Так, еще какие? Спасибо большое, я считаю, очень интересный доклад у вас. И интересный, так сказать, по замыслу, потому что, ну, вот товарищи анализировали один из проектов, или один из имеющихся коллективных договоров, а здесь вы взяли динамику, а это очень важно. Я бы к тому, что вы сказали, добавил бы следующее, что на сегодняшний день, в отличие от того периода, который охватывался прежним договором, изменился работодатель. Раньше работодателем был товарищ Южилин, такой не очень богатый миллиардер, не очень богатый, то есть всего 2 миллиарда долларов Южилин. А генеральным директором был его двоюродный брат Южилин. И генеральный директор стал другой, и самое главное, что сам стал собственник другой. Некая компания, транснациональная, Global Ports. Поскольку все вопросы движения финансов решаются не докерами, и даже не руководством вот этой самой, непосредственно там, руководством первого контейнерного терминала, если я имею в виду генерального директора и прочее, это все наемные работники, да? Генеральный директор кто такой? Наемный работник у собственника средств производства, у собственника компании. Поскольку все финансовые вопросы решаются как бы без учета того, что там считает нужным генеральный директор, или другие руководители, или тем профсоюз, то как-то так оказалось, как это с очень многими предприятиями оказывается, что вот этот процветающий терминал, процветающий, потому что там новейшая техника, высочайшая производительность труда, очень высококвалифицированные работники, и вдруг он теперь в долгу, как в шелку. То есть, скажем, успехи уже первого контейнерного терминала, они теперь меряются так, что уменьшается величина долга. Дескать, он находится в таком состоянии, что, ну и он, как и прочие компании, это теперь акционерное общество. Раз это акционерное общество, то что получается? Раз акционерное общество, значит, можно покупать, продавать акции на рынке, и, так сказать, он отпущен в этом смысле, в такое плавание, когда можно с помощью покупки и продажи тех или иных акций влиять вообще на судьбу самого этого предприятия. Поэтому переговоры проходили в сложных условиях, и поэтому очень хорошо, во-первых, что вы это заметили, что по целому ряду позиций есть, на самом деле, ухудшение. И не так получается, что вот новый договор, он всегда лучше. Это же новый договор, это новые переговоры. Новое руководство правкома, новое руководство, может быть, компании, или новые собственники компании. И в итоге давление на профсоюз и на работников очень сильно возросло. Я уже вам рассказывал, что пришлось правдами и неправдами администрации сокращать персонал. Но нельзя было сократить персонал докеров-механизаторов, никак. И работников механизации, которые защищены вот этими нормами от согласований с профсоюзом. Никак нельзя уволить. Это правовой акт, это подчеркиваю, это локальный нормативный акт. Это правовой акт. И нельзя взять и нарушить. Раз нельзя нарушить, значит, по какому пути пошла администрация? Приглашали пожилых работников, или работников, которые так или иначе, скажем, у которых не очень хорошие обстоятельства и условия, и предлагали им уходить, предлагая им определенную сумму одновременной выдачи средств. Вот вам три оклада, четыре оклада, пять окладов, шесть окладов, в зависимости от того, с кем идет разговор и о чем. Это все индивидуально и персонально. И в итоге сложилась такая нетипичная для российских предприятий ситуация, когда в этом первом контролируемом терминале нет ни одного нечлена профсоюза среди рабочих. Все члены профсоюза. Либо профсоюз докеров, российский профсоюз докеров, члены российского профсоюза докеров, либо профсоюз работников водного транспорта, ПРВТ. членами профсоюза работников водного транспорта. Это в основном рабочие механизации. Итого, механизация – это рабочие механизации, а тут докеры – механизаторы. Так отличаются. Итого, произошло такое изменение, и можно сказать, что это пример того, когда хороший коллективный договор и активная борьба за его принятие принимали его таким образом, что все переговоры шли после прохождения всего процесса, всей процедуры забастовки. То есть полностью эта процедура проведена. Единственное, что не делали правкомы и, соответственно, руководство коллектива со стороны работников, они не перешли к забастовке, а вот на этом фоне того, что вся процедура пройдена, но если их основные положения не будут удовлетворены, то это, возможно, забастовка. Поскольку никаких уже шагов делать не надо. Все было, все сделано. Остается собрать конференцию и объявить, с какого числа начнется бессрочная забастовка. Вот на этом фоне проходили переговоры. И это говорит о том, что в данном случае угроза забастовки здесь, конечно, присутствовала. И угроза забастовки – это не только аргумент, сила аргументов, но это и аргумент силы. А сила чем она подтверждается? Ну, во-первых, эту процедуру не так просто пройти все. Она вся пройдена. И это говорит о том, что профсоюзные организации, обе, в состоянии все очень грамотно сделать, что ни к чему не придерешься, все очень аккуратно выверено, все согласовано с кем надо, все в порядке. Поэтому никаких претензий или никаких надежд на то, что вы объявите забастовку незаконной, нет. И вот в такой ситуации можно было ожидать и худшего. В этой ситуации, в общем, принят хороший коллективный договор. Хороший, прежде всего, потому что там есть вот такие пункты, самые важные, которые требуют согласования с профсоюзом. Таких предприятий в России, где требуется согласование с профсоюзом по коллективному договору, практически вы или не найдете больше, или их очень мало. Я, например, таких больше не знаю. Поэтому это очень важное завоевание, особенно в тех сложных условиях, в которых находится эта компания. А то, что вы проанализировали динамику, это очень здорово и очень интересно и полезно, и можно видеть, насколько на самом деле это сложный процесс. То есть нет ничего твердого, в отличие от всех законов, которые приняты на уровне государства, от других нормативных актов, они приняты и все, до отмены. Если вдруг соберется Дума, и кто-то предложит из имеющих право законодательные инициативы, то это может быть отменено, это то или иное положение. А здесь нет, здесь есть закон, который гласит, что коллективный договор действует на три года, и он может быть продлен еще на три года. Как сделать, чтобы он был продлен на три года? Профсоюзы, которые ведут соответствующую борьбу, знают, что для этого нужно сделать. Для этого надо приготовить где-нибудь к середине третьего года новый проект коллективного договора, в котором все параметры гораздо выше, чем в том коллективном договоре, который есть. И обосновать, что их нужно повышать. Тогда проходят переговоры на фоне того, что вот уже работники внесли новый проект коллективного договора. И тогда возможным компромиссом является что? Сохранить еще на три года, продлить еще на три года действующий коллективный договор. А так просто его, вот если вы придете сказать, давайте продлим. А он скажет, нет, не продлим. То есть, надо понимать, что такого рода просто предложение, когда речь идет о чем? Что всякий коллективный договор – это дополнительные затраты для работодателя по сравнению с теми нормами, которые установлены законом. В законе одно, а здесь, допустим, выше все блага для трудящихся. Значит, всякое повышение этих благ по сравнению с тем, что в законе, означает определенные затраты, которые должен сделать работодатель. Вы, конечно, можете сказать, что на работнике же все создают. Да, работники-то все создают, но это сначала попадает в прибыль. А теперь из прибыли они хотят обратно вернуться. А это уже тяжело. А когда заканчивается 6 лет, то вступает в силу норма закона о том, что договор может быть один раз продлен на 3 года, и все. То есть, тут хотите, не хотите новые переговоры по коллективным договорам. И вот этот как раз договор, который сейчас заключен, он уже заключен на той же стадии, когда определять уже ничего было нельзя. То есть, как бы заново делается. А заново можно считать, что все как бы обнулено, и давайте начинаете сначала. И поэтому вот на эти позиции нужно было выходить как бы снова с нуля. И вот можно сказать, что определенная борьба и серьезная, которую вел коллектив, она пришла к тому, что очень многие позиции близки к тому, что были. Хотя вы обнаружили совершенно правильно, что в целом понижен уровень благ. При этом, что касается условий труда, а вы это как раз отмечали, это связано с еще одной большой бедой, которая разразилась у нас в 2013 году. В 2013 году был принят закон о так называемом СОУД, о так называемом СОУД, со специальной оценки условий труда. До этого существовали нормы, которые определяли по показателям приборов уровень запыленности, загазованности, вредности, тяжести и так далее. А сейчас в 2013 году другая система, администрация заказывает какой-то организации, то есть платит ей деньги, чтобы она пришла и определила уровень условий труда. И вот эта организация, которой работодатель платит, она приходит и смотрит, и видит, что у вас отличные условия труда. Работают, смотрите, люди работают на берегу моря и дышат свежим воздухом. Какие условия это? Какие вредные? То есть делается это не по показаниям приборов, а делается потому, что приходит эксперт и оценивает. А эксперт, которому кто платит? Ну, компания, которая ведет экспертизу. А компания, кто платит? Работодатель. В итоге этого мероприятия, по специальной оценке условий труда, объективный подход, который связан с тем, что надо измерить, скажем, виброопасность, так, число интенсивности электромагнитных колебаний, радиоактивность, так, загазованность. Там идет обработка шрота, например, в трюме, специальными ядовитыми газами, а после этого немножко проветриваются газы, потом идут туда, лезут туда докеры и начинают разгружать этот шрот. То есть все объективные показатели заменены на субъективные оценки. А по субъективной оценке, вот вы тут сидите, можно сказать, без воздуха, а там люди вот сейчас на свежем воздухе как раз и ходят там, и ездят, и все бесплатно катаются на погрузчиках. Или с высоты смотрят на кранах козловых на Ленинград и берег Финского залива. Красота! И они еще хотят, чтобы им платили какие-то там дополнительные деньги. Ну вот, с этой точки зрения, так получается, что по всей стране с 13-го года произошло обрушение. И, скажем, если мы возьмем наш шлен горы Эктрон-Транс, то, скажем, вот где было вредно, там особо вредно, там просто вредно. А где вредно, там стало не вредно. Хотя, что такое горы Эктрон-Транс? Это, значит, водитель и кондуктор подвергаются. Они же на электротранспорте, значит. Рядом все время разряда электричества, которые совершаются, которые дают электромагнитные волны, вовсе не полезны для организма. Это раз. Во-вторых, вы видите, как пробивается кондуктор туда-сюда. А вот представьте себе, сколько у нас больных в городе, которые едут в транспорте. А кондуктор же не просто там конца. Трамвай спрашивает, у вас есть карточка? Нет, он должен пройти, пролезть, в том числе через больных. Поэтому они болеют, и очень много. Поэтому это вот вроде такая профессия кондуктора, казалось бы, ну что такого, что он проверяет билеты. Но поскольку они все время протискиваются между людей, они заболевают, потому что много не нужно для того, чтобы заболеть. Для этого достаточно заразиться. И так далее. И что у них получилось? Что вот если они имели там, что с вредными условиями, где-то там пять дней, допустим, дополнительных отпусков, они имеют теперь три или два. А где три, там ноль. И так далее. И если им скажется, что уж так уж трудно оставить молоко и пектиносодержащие продукты, это то, что делает рабочих здоровыми. Или, по крайней мере, меньше болеющими. Ну вот сейчас сократили. К чему это приведет? Это приведет к тому, что появится больше больных. А следует на больше бюллетеней. Если больше бюллетеней, ну вот соцстрах будет оплачивать. Ну, дескать, это вот там первые дни платит работодатель, а дальше пусть соцстрах и платит. И в итоге это приведет к, общем, увеличению затрат на лечение. А что лучше? Заботиться о здоровье или лечить больных. По сроковому пути пойти. К сожалению, у нас пока здравоохранение идет по пути лечить больных. Хотя вот сегодняшний коммерсант можете купить и увидеть. Там характерная есть публикация. При такой реформе здравоохранения нам не жить. Говорится о том, что в результате реформы здравоохранения в России, которая приведена с 2012 по 2016 год, сократились расходы на здравоохранение. Уволено 21 тысяча врачей. Закрыты медицинские пункты, поликлиники и больницы. Тысячами. В том числе на селе. И где теперь за медицинской помощью надо ехать десятки и сотни километров. И так далее. В итоге, прямо так сверху написано на соответствующей странице в газете «Коммерсант», в итоге снова смертность в России превысила рождаемость. Вот именно в этом году. Вот именно сейчас. Именно вот у нас. Врачам, дескать, приняты всякие решения о повышении окладов. Врачам. При этом количество средств на здравоохранение сокращено. А как можно повысить оклады врачам, если количество средств сокращено? Да точно так же, как можно повысить оклады преподавателям, если на образование количество средств не увеличено. Только одним путем. Сократив количество, скажем, этих самых врачей. Их сократили на 21 тысяч человек. Ну и, соответственно, нагрузка легла на тех, кто остался. И им как бы приплатили чуть-чуть побольше. Причем из каждого рубля, как говорится в этой публикации, очень интересная публикация и редкая. Из каждого рубля 70 копеек идет на зарплату врачам, а 30 копеек на лечение больных. Вот такая картина. К сожалению, то есть мы наблюдаем вот этот кандидат. А на фоне того, что об этом мы с вами уже говорили, что у нас зарплаты в 2016 году составляют 92,5% от уровня 2013 года, а доходы граждан 90,5% от уровня 2013 года. И последние три года идет понижение реальных доходов граждан на 10% ниже стали. Но ясное дело, что с этим связано и здоровье. И тут плюс такие изменения мы наблюдаем в коллективных договорах. Поэтому, как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про враги, а по ним ходить. Поэтому, когда мы выясняем, что происходит, какие тенденции в общественном развитии или в развитии нашего общества есть, то мы должны наблюдать, что мы наблюдаем, конечно, позитив. В чем состоит из этих позитив? Большой. Ну, не для всех, но для некоторых. В том, что у нас в прошлом году количество долларовых миллионеров выросло на 10%, а количество долларовых миллиардеров на 11%. Как вы понимаете, это необыкновенные успехи нашей экономики, но учитывая, что темпы роста у нас в экономике сейчас ноль, при том, что, скажем, у КНР, Китайской Народной Республики, 7,2%, в Соединенных Штатах Америки – это два государства, которые сейчас на первом-втором месте. В Соединенных Штатах Америки 2,7%, а у нас ноль. Ну, если ноль и выросло количество миллиардеров и миллионеров, за счет чего это может быть? Понятное дело. И даже вам могут не уменьшать стипендию, даже ее увеличивать. Но вы понимаете, что если идет инфляция, эту инфляцию у вас забирают эти деньги. И реальное содержание всех доходов, включая пенсии, пособия, стипендии, зарплаты, оно сокращается. И вот те проценты, о которых я говорил, они относятся к нашей жизни. Поэтому, когда мы, как вы это должны делать конфликтологи, они не слушают, что говорят, что у нас там все здорово, хорошо. Но то, что хорошо, то и хорошо. Вот то, что хорошо, вы отметили, а вы посмотрели, а то, что понизилось, то и понизилось. То есть надо иметь реальную картину и в соответствии с этой картиной действовать. И в этой ситуации мы вообще ведь не за конфликт просто так, ни с того, ни с сего, правильно, конфликтологи? Мы вообще за то, чтобы их было меньше. Но конфликт может являться в такой ситуации единственным средством, по крайней мере, сохранить тот уровень жизни, который был. И бесконфликтность, то, что вот так проглатывает трудящиеся в основном на наших предприятиях, понижение заработной платы реальной, и снижение жизненного уровня, и ухудшение условий, это одна из причин того, что у нас, конечно, есть много и здорово, что много миллиардеров, и по этой части мы, наверное, превосходим всю планету, что при том, что у нас темп экономического роста ноль, а 10-11% темп роста долларов, миллионеров и миллиардеров. Я уже не говорю о выводе средств из страны, или о других таких явлениях, как... Вы знаете, могу я пронести миллион долларов в чемодане и сесть на самолет и улететь за границу? Что? Да. Да. Значит, вот мы, например, с вами находимся в городе, ближайшем к Финляндии. Как особый город, ближайший к Финляндии, мы здесь можем получить шенгенскую визу через... Очень быстро. В любой, так сказать, компании, в любой фирме, которая выдает шенгенскую визу, для этого должны только через Финляндию поехать. Или не обязательно через Финляндию, но в Финляндию тоже съездить должны. Съездить за весь период? Да, съездить, конечно, там. Один раз поедете в Грецию, два раза в Финляндию. И так далее. А в Финляндию вы утром поехали на Аллегро, вечером приехали на другом Аллегро, и все. Так. И вот я с собой беру... Я получил шенгенскую визу и беру чемодан. В нем миллион долларов. Могу я его перевезти через границу? Вот сел в аэропорт и поеду. Куда бы мне поехать? Ну, во Францию поеду, а на шенгенскую заодно. Могу? Да или нет? Вообще-то вы как-то... То ли вы не носили такие чемоданы... Вообще, да, у нас такого не было опыта, но... Слушай, где есть закон, вам нужно из-за того не декларируют. Я задекларирую? А, тогда там... А что значит, там бумажка лежит. Я там напишу, что я, Папов Михаил Васильевич, везу в чемодане различную валюту на общую сумму один миллион долларов Соединенных Штатов Америки. И что дальше? Иду себе, отдаю эту бумажку и пошел дальше. Ну, там, по-моему, пошлина какая-то, что по-моему, вывозит. Ну, ничего, не надо придумывать пошлины. Кто закон это утверждал? Вы утверждали или те, кто выводит эти деньги? Какие пошлины? Никаких пошлин. И поехал. Вот один товарищ, один из руководителей нашего таможенного комитета, рассказывает в газете правительственной, в российской газете, что, дескать, вот у нас в этом году, в прошлом, пять таких чемоданов выехало, а приехало два. Ну, сюда еще и привозят чемодане. А потом удивляется, что, откуда такая выборная компания идет, активная? Потому что наличные деньги, они же не учтенные. Что угодно на них, кого угодно можно нанять, что угодно организовать, они не учтены. И вот он говорит, ну, надо, по крайней мере, изменить законодательство, чтобы спрашивать, откуда эти деньги. Вот спросите у меня, откуда у меня такие деньги, если я везу чемодану. Спросите. А бабушка подарила? А у вас есть доказательства того, что вам ваше... Это вопрос или допрос? Я вам по закону не обязан ничего доказывать. Читайте закон, товарищ Дмитрий Димон. А вот и не спрашивайте, если не хотите быть Димоном. Ну, ты все, чего вы? У нас такие люди потом за такие вопросы пропадают. Я не угрожаю, я просто рассказываю. И все. Ну, вот, как говорится, народ молодой, но мы по серьезными вещами занимаемся, очень серьезными. Вот я хочу в связи с этим сказать, что мы сейчас рассмотрели всю процедуру забастовки. Это нужно для того, чтобы забастовка была законной. А бывают забастовки, которые не проходят по этой процедуре. Вот я вам задаю такой большой вопрос. Значит, на нашем предприятии товарищи взяли и, не слушая никакой вот этой ерунды, которую я вам рассказывал, и этой процедуры, которую вы внимательно все услышали, взяли и объявили, пришли, и утром мы говорили, у нас сегодня забастовка. Требуем повышение зарплаты на уровень выше, чем инфляция, на 2,5%. Инфляция, если у нас 4, значит, на 6,5%. Требуем повышение с 1 января. И что? Конфликт есть? Есть. Забастовка. Остановили работу. Что дальше? Вот вы как представитель государства, Дмитрий, что бы стали делать? А вот давайте. А то бы и так долго это все рассматривать, изучать и издавать даже тяжело. Зачем это все? Раз, и объявили мы... Под суд всех. Что? Под суд всех. За что? У нас, во-первых, забастовки разрешены по Конституции. Вы что, против Конституции пошли? Дмитрий, вы так вститесь, вы что за... Не надо. По Конституции у нас право на забастовку есть? Есть. Мы объявили забастовку. Кто у нас определяет? Это забастовка законная у нас или нет? Но если соблюсти все условия, то законная. А кто решает, а кто решает, а кто? А я вас спрашиваю, а кто решает, закон или нет? Вы что ли будете решать, или суд это решает? А вы что, суд? Так вот, а вот если вы не суд, так вы укоротите свой язычок. Логично? Вы что, судья? А кто должен подавать в суд? Кто должен подавать в суд? Ну кто? Ну кто? Вы подавали на меня в суд? Вот у нас сейчас забастовка. Все, все, все. Кто подавать должен в суд, если хочет добиться объявления забастовки незаконной? Кто? Потому что мне надоела эта ваша процедура, и я решил облегчить себе жизнь. Раз, и все, забастовка у нас. А вы идите, кто? Кто на нас подает в суд? На кого вы, во-первых, подаете? Вы на кого будете подавать? Вот мы все остановили работу, все. И требования у нас, все общие, все требуют этого. Все как один. Нету никакой группы там, ни представителей работников, ничего. Все работники требуют 6,5 нам, пожалуйста, зарплату процентов с 1 января. Вы на кого будете подавать-то? У нас полторы тысячи на заводе. На кого? На Иванова? На Петрова? На Сидорова? На всех. На всех будете подавать? Ну, подавайте. Буду. Кто вы? А вы кто такой вообще? Я генеральный директор. Пожалуйста, генеральный директор можете подавать. Ну, и сколько будет ваша подача, как вы думаете, по времени длиться? Сколько вы? Значит, вы понесете. Вы написали уже заявление-то? Да. Отнесли в суд? Да. Когда это вы отнесли? Уже закрыто. Сейчас суд сегодня уже не принимает. Завтра идите. Завтра отнесу. Завтра отнесете. В какой срок обычно проходит от момента подачи до момента рассмотрения? Около месяца. Вы ничего не слышали? Около месяца, да? Вот мы месяц и будем бастовать. С нетерпением ждем, когда суд какой-то вынесет решение. Я буду просто решать это с профсоюза. Да. Что вы будете решать? Этот вопрос о повышении... Решайте, доказывайте. Если будете просто решать, мы прекратим забастовку. И все, и не надо никакой суд. А мы ничего и не настаивали, чтобы надо было в суд. Но если хотите в суд, вот месяц мы будем стоять. Так, а допустим, вы такой упорный оказались. Проголосление есть. Дмитрий. Мы должны заплатить в суде, и все нормально будет. Через неделю. Что? Через пять дней. Что, не работает, что ли? Давно не работает. Что делать? Да, вот согласен. Тут мне предлагают заплатить некоторую пошлину, которая позволит ускорить это дело. Хорошо, ускорили. Ускорили. Все за неделю. Ускорили. На неделю. Через неделю принято решение. Дальше что? Так, принято решение, что... Сюда. Да. И что? А дальше что вы будете делать? А мы постоим. Вы кодекс читали, Дмитрий, нет? Нет. Вот и чувствуется, что вы не читали. А я читал. Можно я вам скажу? Давайте. Вот там написано, что работники... А я вот тут, так сказать, как бы за работников выбираю. А работники обязаны прекратить забастовку. На следующий день, после вручения органов, возглавляющего забастовку... Да, вы об этом говорили. Я вам об этом говорил. И мне кажется, что мне не составит труда найти человека, найти его адрес... Какого человека? Какого человека? Какого человека? Я вам объяснил. Нет у нас представительного органа. Нету. Мы все остановили работу. А мне нужно вручить тогда? Да нам-то какое дело? Это ваше дело, кому вручить. Нам-то какое дело? Когда вручится, тогда на следующий день и прекратим. Кому вы будете вручать-то, Дмитрий? Подумайте сначала. Лучше вы заплатите нам зарплату 6,5%. Иначе вы находитесь. А теперь скажите, пожалуйста, если вы решение суда получили, куда надо идти дальше? Прямо к работникам? Нет. А куда? К прокуратуру. Да прямо? Да ладно. Ну придумайте вы. Ну что вы такой неграмотный, правовой, в правом отношении. Можно я вам скажу? Да. Надо. Во-первых, никуда не надо идти. Надо пойти к помощнику судей и попросить исполнительный лист. Который через недельку вы получите, не раньше. Никакая пошлина вам не поможет. Потому что судья с вами разговаривать не будет. Это идёте к секретарю суда, и он вам выдаст через недельку исполнительный лист. Там с номером. И куда вы пойдёте с этим исполнительным листом? Куда? Не знаете куда? Вы не знаете, а у нас запасовка идёт. Хорошо. И так и работодатели не знают. Они вот сидят с этим исполнительным листом. Получили. А некоторые с решением суда. Решение суда только можете на стенку повесить. Потому что решение суда никто не исполняет. Исполняют только... Есть служба, которая исполняет только исполнительные листы. Если у вас исполнительного листа нет, никто не тронется во всей этой системе мощный правобой. И вот исполнительный лист. Я сделаю исполнительный лист. Куда вы понесёте его? Вот вы там советы давали. Куда понесёте ты исполнительный лист? Не, ну просто я думаю, что работникам это разве выгодно, что они пустуют? Конечно, выгодно они всё. Вот когда генеральный директор находится по этим всем мытарствам, потом их повысят, а куда он денется? А его снимут за то, что не нашёл КАС коллективом. И снимет его работодатель. Это от рабочих не уволишь, а его-то запросто уволят. У вас там в договоре написано, что у тебя вас можно уволить через неделю. Для директора? Директора. Директора уволить вообще ерунда. Вот рабочего уволить, а это замучаешься увольнять. А это за... И всё. Их увольняют, как перчатки. Так, так куда вы пойдёте-то? Не знаете? Даже он не знает, куда идти. Какой же это генеральный директор? Он вообще несерьёзный человек. А ещё говорит, что не едим он. Так. Подсказываю. Пойти надо в службу судебных приставов. К старшему судебному приставу вашего района. Вот вы к нему приходите и приносите ему исполнительный лист. И что про... Ещё он говорит, вот пишите теперь заявление. Какое заявление вы должны написать? Вы что хотите? Чтобы не повышать зарплату. Да ладно. Это ваши... Такие ваши желания. И слушать никто не будет в службе. Вы должны принести исполнительный лист. И должны написать заявление. Прошу принять исполнительный лист. Номер такой-то. К исполнительному... Возбудите исполнительное производство. Прошу. По этому исполнительному листу. А я вам говорю, ну, хоть теперь приходите через недельку, будет освобождено. Вторая неделя пошла. Вот вы приходите. Или ваши люди приходят. Неважно. Но с доверенностью, конечно. Если вы придёте в службу судебных приставов, нет доверенности от генерального директора, Никто с вами разговаривать не будет. Ну, вот у вас есть. Так. И возбудили исполнительного. Вот теперь есть судебный пристав исполнительный. То есть я. К примеру. Вот вы ко мне пришли. Что надо? Да, если вот я исполняю. Я буду исполнять. Что я буду делать теперь? Сказать? Я должен теперь вручить это самое решение суда. По закону. Коллективу. Но не коллективу я не могу вручить. Я должен органов возглавляющих забастовок. Я спрашиваю, кто у вас, где ваш орган возглавляющий забастовку? Вы там генеральный или вы из доверенности? У вас есть органы возглавляющие забастовку? Я должен ему вручить. Но если у вас нет, то я не могу исполнить. По объективным обстоятельствам и пишу. Не могу исполнить, потому что нет органов. Когда организуется забастовка, всё равно же есть какой-то человек, который оформляет документы? Никаких документов нету. Нету никаких документов. Мы остановили работу. Дима, показываю, показываю. Видите, я сейчас на работе. Смотрите сейчас, я организовываю забастовку, смотри. Какие документы? Рот закрыл, и вся забастовка. Что вы придумываете-то? Не усложняйте жизнь. А вот если вы на зачёте закроете рот, это два. Тут разница большая. А у меня забастовка. И у меня, кстати, я ничего не объявлял, процедуру не проводил, никакой. А вот если нет никакого органа центрального у бастующих, которым можно вручить, значит ли это, что запасовка нелегитимная? Она-то означает, она нелегитимна, она незаконна. Уже решение суда, если оно незаконное, поскольку не проведена процедура. Но работники обязаны, читайте кодекс. Кодекс для кого делается? Для тех людей, которые умеют пользоваться правом. Вот читайте кодекс, там написано, что я, работник, обязан выйти на работу после того, когда решение суда будет вручено органу, возглавляющему забастовку. Откуда я знаю, кто возглавляет забастовку? Да нам-то какое дело? Я вот бастующий, я бастующий, мне вы вручили органу, возглавляющую забастовку? Нет, почему вы его не вручили? То ли нет органа, то ли вы не пришли, то ли еще почему. Но пока вы не вручили, я не обязан приходить завтра на работу, не обязан. Обязан я после... Вы читайте кодекс, я вам говорю, дешевый сейчас, даже на стипендию можно купить. Только не покупайте вот такой вот с этими, с комментариями. Покупайте вот такой маленький кодекс законов от РУЗ. Написано, незаконные забастовки. Вот она объявляется судом, и я обязан выйти. Поэтому, кому не нравится эта вся процедура, может взять требования, выставить. А как требования? Чтобы не получилось, что и кто-то один придет, вот я приду объявлять вам требования. Вот вы меня и объявите органам, возглавляющим забастовку, поскольку я пришел. Поэтому, когда вы придете и спросите, какие у вас требования, тут вдруг хором все отвечают. У нас требования 6,5 прибавки зарплаты. Все хором. Потому что мы-то право знаем, прежде чем такую забастовку делать, мы сначала почитали кодекс. А вы хотите с нами бороться, не почитав. Вот мы все хором объявили. Ну и кто зачинщик? Где орган? Нету. Все. Я у рабочих спрошу, я сделаю вид, что хочу с ними договориться, и спрошу, с кем это нужно обсуждать. А они говорят, только со всеми с нами, всеми. Со всеми полутора тысячами, да? Да. Так попробуй их собрать. Здесь же опять же, кто-то эти полторы тысячи собрал. Кто-то и собрал, только он вам не сказал. Кто-то и говорил, что завтра у нас забастовка. Можно же опять же, какие статистические вычислить? Изучайте, это ваше дело. Вот и изучайте, нажимайте сыщиков, ставьте подслушивающие аппараты, которые вы не имеете права ставить, потому что это незаконная деятельность, и вы эту уголовную ответственность будете нести. Я вот тут выступаю, вот здесь говорю, а вот кто-то взял и поставил этот самый подслушивающий аппарат. Это вы поставили подслушивающий аппарат? Это незаконная деятельность. Без моего согласия, а с моего согласия можете. Короче говоря, замучаетесь вы это делать. То есть, это о чем говорит? Что закон, это закон, это некоторая норма, которой надо уметь пользоваться, и пользоваться ей может и одна сторона, и другая сторона. И что знание законов делает вас более свободными, чем незнание законов. Потому что если вы не знаете законов, то вы можете вляпаться. А если вы знаете законов, то вот тут можно попасть в такую, это называется юридическая коллизия. Вроде бы и все тут ясно, а это как вы мне предлагали, что вы меня спросите, откуда у меня деньги. Бабушка подарила, есть вопросы еще? Нету, и все. А если у второй будет вопрос, это что, допрос? Покажите удостоверение, что у меня допрашиваются. И дела нет никакого, а вы хотите допрашивать меня. Вы на таможне работаете? И работайте там, пока вас не уволили. На вас, пожалуй, есть там много желающих. У вас такое сладкое место, что желающих на вашем месте работать тьма. И вас уволят не потому, что я написал, а потому, что повод найдут. Вот мое заявление будет поводом вас уволить. Давно уже собираются. Смотрите, один, второй, третий, все хотят на это место. Зарплата не пыльная, большая. Вот такая штука. Это называется, так сказать, забастовка без прохождения процедуры. И она закончится, если найдете каким-то путем этот орган и ему вручите, значит, она на этом и закончится. Завтра люди и придут. Не найдете, значит, она будет продолжаться. И значит, какой вывод или выход у работодателя? Пойти навстречу. Как показывает практика, если очень дружные забастовки, то они решаются в пользу работников. Например, такая еще забастовка. Пожалуйста, получается, что в таком случае для работников как бы выгодно не иметь какой-то процедурной организации? Почему не иметь? Она, может, имеет эту организацию. Но тут вот мы эти организации ничего не делали. То есть главное, чтобы не было чего-то официального, чтобы указывало... Ну, ничего не проходили, поэтому никакого органа не избиралось. Это же на конференции надо проводить. Надо конференцию собирать и себя в ловушку загнать. Значит, есть орган, который возглавляет забастовку. Вот протокол. А у вас ничего нет. Ни протокола, ни конференции. Ничего нет. И конференцию мы попросили у Димы, чтобы он нам дал зал. А он не дал. У нас, если бы он дал нам зал, у нас был бы орган, возглавляющий забастовку. А он не дал. Сам виноват. И не будет давать. Ну, и не будет давать. А нам и не надо. Мы зимой постояли, постояли. На морозе, скорее, не будем. Да, давайте выучим, как что надо требовать. И всех дружно будем требовать. И все. И больше ничего. Второй вариант. Вот такие вот случаи были. Второй вариант. Вот приходит начальник. Вот тот же Дима. В цех. А вот мы все сидим, а нас 600 человек. И ничего не делаем. У вас вопросы есть к нам? Нет. Нет? Ну и хорошо, что нет. Мы вообще ничего не требуем. Вот сидим. Это в случае задержки зарплаты. Вы сами должны догадаться, почему мы ничего не делаем. Если задержка идет, уже больше 15 дней. 15 дней прошло, а нам нужно кормить семью. А денег нет. А почему больше 15 дней? Потому что написано в кодексе. Это теперь и вас я заметил, что вы не прочитали трудовой кодекс. Тут же это... Я просто... Написано, что платить два раза в месяц должны. Через 15... Не позднее, чем через 15 дней должны получить деньги. Это раньше такое было понятие. Аванс, получка. А сейчас вот и у нас тоже. 25-го и 10-го. 25-е прошло, ждем. До 10-го надо дожить. 10-го получим, до 25-го дожить. И все. А если вы не заплатили 15 дней, значит, что в этом случае? В этом случае... Вот не заплатили. Вообще, это даже не считается забастовкой. Вот в случае, если не выплачена зарплата... Я говорю о том случае, когда именно не выплата зарплаты идет. Не требования какие-то о повышении, а не выплаты. В этом случае работник вправе. 142-я статья. Остановить. Не остановить, а приостановить работу. Если вы скажете, я останавливаю работу. Это же нарушение трудовой дисциплины, да? Вы же по договору у нас. Так вы обязаны работать. А вы пишите, я приостанавливаю работу. И несете мне бумагу. Я начальник. Уважаемый Михаил Васильевич. Очень верливо. Информирую вас. Ну, так бы подровнялось все с Прескорбием, но... Информирую вас, что сегодня, такого-то числа, я приостанавливаю работу. В соответствии со статьей 142-й Трудового кодекса Российской Федерации. До выплаты заработной платы. А дальше вы этот кодекс тогда почитаете? Потому что она, кстати, появилась в результате мощных забастовок. И большой борьбы в связи с неуплокой зарплаты, которая была повсеместной. И с задержками. И там написано, что... А теперь вы можете, согласно этой статье, не присутствовать. Можете присутствовать на рабочем месте. Просто сидеть там. Книги у вас есть? Ну, сидите читать. Не хотите читать, идите домой. Отдыхайте. А я, как руководитель, обязан вас уведомить, когда будет выплатено письменно, на блючке золотой каемочкой, вас уведомить, что завтра вы, уважаемые, получаете зарплату. А вы обязаны, согласно закону, получив такое письменное удавление, что завтра будет зарплата. А на завтра и выйти на работу. И вы сидите себе. Можете идти работать в другое место пока. Пока бумажку вам не пришло. Да не без такого оформления. А деньги-то получать-то можете. И получайте себе. А я вот, забочусь, когда наберу денег, вот я тогда, на зарплату, тогда я вам бумажку принесу. Это надо принести или по почте прислать. А если только тогда вы выходите, когда получили по почте. Или когда вам принесли. Пусть ходят по домам, звонят. Отзвонят, откройте дверь. Мы вам и удаем линии, что завтра будет вам зарплата. Разве это плохой гость? Пришел гость, сказал, все. А до этого ничего делать не надо. Это не называется остановить. Это надо приостановить. А были другие варианты? Вот сидят все. До этого много-много было разговоров, что понижается реальная зарплата. Что надо ее повысить. По крайней мере, на какой-то уровень, более высокий, чем инфляция. И вот приходите вы. А мы все сидим, 600 человек. И ничего не требуем. Ваши дети сидят, Дмитрий. А вы начальник. Как это вы ничего не требуете? Что? Как это вы ничего не требуете? А вот так сидим и все. А что нам требует? Мы сидим сейчас, не работаем. Что нам требует? Сидим, отдыхаем. Но когда организовывается забастовка, прописываются? Да забудьте вы про забастовки. Да мы слова такого не знаем. Мы просто сидим, ничего не делаем. А чего же вы сидите? Как чего сидим? Вы не работаете. А вы знаете, и руки не поднимаются. Это измените ваши проблемы. Почему это наши? Ну потому что я уверен, что... А знаете, почему они не поднимаются? Это трудовой договор. Знаете, почему они не поднимаются? А потому что... Спросите, будем ли мы работать? Да вы будете работать. Будем. Правильно, будем. Да. Когда? Когда мы будем работать? Когда вы будете работать? Когда зарплата повысится? Будем, будем. Мы не отказываемся работать. Когда завысится зарплата. Повышение и понижение зарплаты не прописывается в трудовом договоре. А мы ничего и не прописываем. И как только будет повышено, мы начнем работать. Но когда я нанимал вас на работу, наверняка мы не договаривались. Да мы тогда, когда вы нанимали, думали, вы человек хороший. А вы действительно хороший. Мы ничего плохого про вас не скажем Только хорошее Но и работать мы не можем, пока не поедим Кстати, у вас есть До зарплаты взаймы? Нет? Ну так а что тогда спрашиваете? Ну так раз нет и нет Приходит следующий руководитель? За что? За то, что ничего не делаете Что значит ничего не делаем? Ну не можем мы Не можем Тогда идите не можем на другой завод Это наш завод У нас тут еще трудовой договор Мы не уволены А вас не уволят за то, что вы не нашли С коллективом Все, я зову более высшего Приходит высший и говорит Вы работать будете? Будем Вы же нас учили Конфликтологи, не конфликтовать Мы и не конфликтуем Спросите меня, буду я работать? Будете? Буду Буду Я сейчас лекцию читаю Вот видите, сейчас не читаю С вами перепалка какая-то Буду я работать? Буду Еще какие у вас вопросы? А когда? Когда? Ну когда поем А на есть, чтобы есть Наверное вы человек толковый Понимаете, чтобы есть Надо что-то иметь Иметь что-то надо Чтобы есть А у вас что происходит? У вас происходит Что все меньше и меньше Реальная зарплата Это что такое у вас происходит? Что мы такое? Мы не договаривались Мы не договаривались о том, что у нас реальная зарплата будет все меньше и меньше. Мы не договаривались. Вообще мы даже ничего не говорим. Мы просто сидим и все. Что делать-то с вами? На что хотите? А может, их можно тогда всех уволить? Всех уволить? Вы выполняли обязанности по новому договору? Да, надо брать нового договора. Я понимаю, что это не сильно приятная тема. Ну, посмотрите, вот он принесет на увольнение 600 человек, его уволят. Его уволят. Он же понимает. Ну, поможете себе представить, это же все его коллеги, работодатели и другие, скажут, идиот. Это кто ему посоветовал? Какие-нибудь конфликтологи новоявленные. Скажут, он идет, но какой человек это посоветовал? Ничего не знаю. Ну, вот я сейчас говорю. Или другой вариант. Я вам рассказываю из жизни, как бывает. Я же вам юридическую сторону рассказал. А некоторые люди, вот на зачете, начинают рассказывать, что по закону. Так это его по закону, а по жизни как бывает. Конфликт, это конфликтолог, он изучает конфликты, которые в жизни, или конфликты, которые на бумаге. Он в жизни изучает. В жизни получилось так. Сидели, люди требовали, требовали зарплату. Зарплату не платят. Требовали, требовали, не платят. Взяли женщины, взяли целый цех, 200 человек, встали и пошли. Не сидели, как вот эти охламоны в цеху, что к ним ходить надо, а сами пошли навстречу. Пришли в заводы управления и встали в кассу. Но поскольку их 200 человек было, то они там все заняли. Все, не пройти никому. И все, кому надо пойти, к директору, к главному бухгалтеру, заместителю по производству, всем пробиваются через толпу. А главный инженер стал с ними ругаться, что вы такие, чекиры, такие. А потом выяснилось, что кто-то ему откучил ухо. Он, конечно, написал заявление. На кого вы будете писать заявление? Как вы думаете? Начали выяснять, кто откучил ухо. И вот все, кто оформляет там в милиции, они слушают, да, ну давайте обстоятельства, что было. Тут начинают рассказывать, они так улыбаются, говорят, ну давайте, давайте, рассказывайте, рассказывайте. Ну как вы думаете, нашли того, кто откучил ухо? Может быть, начали с другого конца искать. У кого дети малы, зарплаты нету. Пришли туда прямо домой, там все кричат уже, дети, от голода. А им даже открывать никто не стал. Ну как вы найдете? Выход какой? Зарплату надо платить вовремя. И повышать. А если повышать зарплату, прибыль упадет или нет? Да. Ну что, да, ну что, да. А если зарплата, а если производительность труда у вас будет, вы же за производительность отвечаете, товарищ Дима, если вы генеральный. Если производительность труда растет быстрее зарплата, то доля зарплаты в единице продукции, что с ней будет? Она будет сокращаться. А раз доля зарплаты будет сокращаться, значит прибыль будет, издержки будут сокращаться, а прибыль будет возрастать. Вот это называется научно-технический прогресс, нововведение, цифровая экономика. А вы что, хотите, просто выдавливайте из людей сотки, что ли, эксплуататор? Ну, позволит. Вот. В октябре. А, еще давайте. Давай, да. Можно тогда не 600 уволить, потому что если 600 уволят, то Диму уволят. Это нехорошо, конечно, для Димы уволят. Да. Можно как-нибудь показательно уволить там человек 15. Ну, нормально, 15 на 600. Ну, и что, и 15 человек пойдут, подадут на восстановление. 15. Дело в том, что это суд же увольняет. Он-то не может уволить просто так. Все подадут в суд. О, ну, пока им его подадут. Да, и с этого... Ну, да. Потому что люди как бы... Я понимаю, но с него, и с него, значит, с этого Димы, каждый, кто... С него трехмесячную зарплату в качестве компенсации морального вреда. Потому что он нанес нам моральную травму. Он меня уволил, а я-то ни за что не отвечаю. Я не организатор забастовки. Никак он не закажет, что он организатор забастовки, то это считает, что он подписался на то, чтобы мне дать три оклада. А мы разве за забастовку, а за то, что вы просто не работали? А если я просто не работал? А как он? Почему я просто не работал? Я был не в состоянии работать по его вине. Я голодный, я не могу работать. Нет, нет. Мы говорим про ситуацию, когда не налоговый зарплату, или когда просто такие требования? Требования никто не предъявлял. Зачем предъявлять требования? Это процедура требует предъявлять требования. А тут никто... Пусть он сам додумывается, от чего мы сидим. Ну почему вот я не работаю? Все, силы закончились. Силы закончились, не работал. Это никакой злостности. Злостности нету никакой. Я ничего не требовал. Ни против чего не выступал. Хотел руку правую поднять, не поднимается. Левую хотел поднять, не поднимается. Ноги не ходят. Но домой ушел. Но накопил, пока сидел на работе, накопил силой, чтобы уйти домой. Утром так же пришел и сижу. Короче говоря, вот, уважаемые товарищи конфликтологи, тут еще кроме всяких законов и прочее, это еще требуется соображать. Я вот вам уже рассказывал, а существует вообще никакая не забасовка, никто в нее не играет. Все стали медленнее работать. Я вам уже говорил. Вам показать? Еще раз. Сейчас я буду вам рассказывать. Что, есть какие-то где-то? Покажите нормы скорости, с какой я должен говорить. Есть такие? Нету? Ну, нельзя бесконечную жизнь, нельзя уложить в конечные какие-то формулы. Поэтому всегда, если вы захотите, можно что-то придумать. Вот буду медленно. То, что я вот... А вот она бы сейчас вышла, и я что могу требовать, что-то Стасия Александровна, чтобы она так вот бодро все рассказывала, она бы стала в три раза медленнее говорить. Это чтобы я никого больше не спросил. Но она не стала бы это говорить, а просто она излагает. У нее манера такая. А я что, должен ее, это сказать, требовать с нее какую-то скорость? Она скажет, где у вас скоростомер, где у вас норма какая-то? Но она не стала надо мной измываться, а могла бы. А почему она не стала надо мной? Потому что я ничего плохого не сделал. Если я буду плохое делать, она же не будет кричать, вы такой сикой злодей. Нет, она просто выйдет и начнет. Я вот два коллективных договора анализировала. И что я должен делать? Ничего я не могу делать. Она скажет, у каждого свой темперамент, у вас такой темперамент. Вы холерик. А я вот меланхолик. И все. И все дела. Короче говоря, мы должны к этой всей проблеме подходить. Ну вот, с учетом того, что не все укладывать в эти нормы. И вообще жизнь, она вся в нормы никогда не укладывается. Особенно, когда начинается взбастовка или революция. Это вообще все нормы выбрасываются, все законные. Потому что всякая революция уничтожает старую законность. А потом потихонечку нарождается новая законность. А сначала люди действуют, руководствуются революционной целесообразностью. То есть никаких законов нет, а, так сказать, вот действует в революционное время, как кому показалось. А потом появляются новые конституции. Что сначала? Конституция новая или сначала революция? Сначала революция. Низложение вообще всего старого государственного парада и всей системы законов, включая конституцию. Когда была конституция в Советской России принята? А в каком году? Ну, революция знаете, в каком году была? Да. Ну, в 1900. А когда конституцию приняли? Не было конституции. Когда? В 18-м году конституции. А что до этого? А где-то не было конституции. Потом, а вот декреты советской власти. Кто должен законные издавать? Ну, не правительство же. Вот сейчас Медведев, если будет законные издавать, это же нарушение вообще конституции. Правильно? Кто должен издавать законы? Ну, Дума, там есть федеральное собрание, Российская Федерация, там две палаты и так далее. А декреты что такое? А декреты это вот прямо от правительства. Еще пока нету никакого. Какой орган был? Ну, съезд Советов был. Он пока поручил, давайте, а вы издавайте. А потом разберемся. Конституция будет, там узаконят, а пока давайте. Только с тех пор все и помнят. Что такое декретные деньги? Это в связи с рождением ребенка и выходом, так сказать, на бюллетень. А так и называется, ушла в декрет. Какой декрет? Так вот, имелся в виду декрет о правах матерей. И он так и остался. Как это в декрет я пошла? Что это значит? Как можно пойти в декрет, когда декрет это некий закон, который издается правительству? Так. Есть ли у нас еще желающие выступить в следующий раз? Вот тут есть группа таких товарищей, которые... Есть, да? Есть? Да. Вы будете, а вы? Вам вообще есть возможность подвести итоги, это собрать урожай, это вообще очень почетно. Да, вы подумайте над этим. Это люди вот... Ну что, выскочили, они все сказали, а вы можете теперь проанализировать и сделать выводы в целом. Так, хорошо. До следующего раза. На этом наше сегодняшнее занятие заканчивается. Спасибо. Будьте, пожалуйста, какой из зачет проходить? Что? Нам всем очень интересно. Объясняю. Вам медленно объяснять? Нет. А то вы не уйдете отсюда. Нет, я сам, я не могу это делать сегодня. Я это еще должен магистром считать. Другой аудитории. Значит, зачет... Вы все знаете, что есть список вопросов, да? Тех программах, которые я вам давал. Так? Из этого списка вопросов вы выбираете любимый. Любимый. В чем подлость моя состоит? То, что если вы на любимый не отвечаете, то я про другие даже и не должен думать. То есть вообще вы тогда ничего не знаете. Это кажется такой, я добрый, дескать, разрешаю, но любимый. Это всегда вот эти преподаватели, они придумывают всегда, как бы насолить студентов. Поэтому, естественно, я вас почитаю, что вы написали. Ну, размер того, что вы написали, страница. Но если вы чуть поменьше или чуть побольше, это не важно. Важно, что я... У меня тоже опыт есть, некоторые преподаватели. Я как посмотрю на то, что вы написали, И сразу мне будет... Если вы не уверены в что-то, не надо писать туда. Не надо вписывать то, за что вы не можете отвечать. Правильно? Потому что вы же понимаете, что эти вот люди, эти въедливые, они начинают цепиться и начинают это все раскручивать. Вот. Написали. А я после этого, если у меня из этого... Ясно мне, что человек очень хорошо знает и понимает. Я ему ставлю зачет. А если не ясно, я могу спрашивать хоть до вечера. Есть какие-нибудь у нас ограничения? Сколько я могу задать вопросов еще? По закону есть? Нету. Поэтому берите с собой термос, пирожки и так далее. Но это в худшем варианте. А в лучшем варианте вы быстро сдаете и идете домой. Спасибо. Ну, к чем лучше готовитесь, к чем короче зачет. До свидания. Спасибо. До свидания. А? До свидания. А? А? Вы можете... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.